Для Юлии Черниковой и других жителей улицы Ольгинская 46-1 резиновые сапоги стали привычной обувью. В другой преодолевать эти лужи невозможно. Отсутствие стоков и отмостка делает свое дело. В период таяния снега и дождей в воде просто некуда деваться. Она стоит на проезжей части и вокруг дома. По словам местных жителей, такая картина на данном участке уже так лет 15. Но последние два года ситуация усугубилась после благоустройства придомовой территории. Асфальтовое покрытие на проезжей части подняли и теперь вода благополучно стекается под углом к фундаменту дома. Когда ходили изначально, делали осмотр, мы как жители вышли и выступили, сказали, чтобы предусмотрели наши больные стороны, потому что здесь вода стоит все время, регулярно, чтобы сделали на этом акцент и устранили, чтобы в будущем не было. Сделали ливневки в конце концов, потому что у нас не работают ливневки. Нас как жители не услышали, рассматривать наши пожелания не стали. Сделали условия хуже, в частности, по этой воде. Если жители еще как-то могут приспособиться к лужам, то дому нужна срочная помощь. Фундамент постепенно разрушается. Подвала в здании нет. Расстояние между полом на первом этаже и землей около 50 сантиметров. В первой квартире сыро, там дышать нечем, там плесень. Они постоянно делают ремонт. И я не знаю, как там люди живут. От того, что вода, она сверху спускается сюда, тот край дома, он чуть выше, чем наш. Дом падает. Я вижу даже по мебели, как наклоняются столы, шкафы. Двери не держатся. Неравнодушные жители просят спасти их дом от разрушения. Ведь с каждым ливнем ситуация усугубляется и может привести к печальным последствиям. Будет произведено комиссионное обследование, совместный выезд сотрудниками управляющей компании, представителями специализированной организации МБДУР-сервис, администрации округа для принятия решения по отводу вода Ольгинска 46-1. И также подрядные организации. По результатам принятия решения мероприятия будут выполнены в рамках гарантийных обязательств подрядной организации. То есть ответственность за такое благоустройство лежит на подрядной организации, которая производила работы. Им и устранять последствия. А мы будем продолжать следить за ситуацией на Ольгинской. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ.